Юные приморцы, создавшие лучшие короткометражки в рамках краевого конкурса патриотических фильмов «Школа имени героя», а также участники военно-исторического многоборья «Путь героев» отправились в экскурсионный тур в Республику Беларусь. Губернатор края Олег Кожемяка пообщался с ребятами перед вылетом. Это первая группа, которая поедет в Республику Беларусь, посетит памятные места, побывает в тех местах, где шла Великая Отечественная война. Вслед за этим пойдут и следующие группы. Мы эту практику продолжим до Нового года, чтобы, как говорили, порядка 10 групп побывало в Республике. Встреча с губернатором состоялась на базе военно-патриотического центра «Авангард» ДСАФ России. В состав делегации вошли 24 школьника. Часть из них – это победители проекта конкурса «Школа имени героя», в рамках которого ученики школ под руководством профессионалов киноиндустрии создали пять короткометражных лент о подвигах соотечественников, отличившихся во время доманских, хасанских событий и Великой Отечественной войны. Также в экскурсионную поездку отправятся участники многоборья «Путь героев». Губернатор добавил, что правительство будет продолжать развивать патриотическую деятельность в крае. Будут возрождаться клубы «Авангард», вестись работа по созданию системы обучения на полигонах. Напомним, ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяка предложил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко организовать взаимные поездки школьников. Это, по его словам, станет существенным вкладом в патриотическое воспитание молодежи. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.